ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пойду поговорю с Вейдом, вдруг ему что-то известно. Ты встретишься с Вейдом в стеклянной будке? Так это земной телепортатор? Это телефон для тех, у кого нет сотового. И беглых преступников вроде нас. Сиди в машине и не высовывайся. О, ладно. Алло, полиция Гринхилза? Вейд, это я. Привет. Здорово, что позвонил. Приходили какие-то парни, задавали вопросы. Жутковатые парни. Немного смахивали на тех красавчиков из людей в чёрном, но не такие доброжелательные и милые, как Уилл Смит. Какие задавали вопросы? Эм, ну, вопросы о терроризме. Я сказал им, что я, типа, я езжу с Томом на зимнюю рыбалку, он не умеет делать бомбы. Даже наживку на морозе насаживать не умеет. Так, Вейд, слушай, это очень важно. Не говори им, что я звонил, ладно? Мне кажется, они уже знают. Мистер Маковский. Ах, я Том. Хочу, чтобы вы знали, что меня лишь раз били по лицу один школьный задира. Он ударил меня в столовой, нанеся ощутимый урон мягким тканям, расположенным вокруг глаза. Этот мерзавец унизил меня на глазах всей школы. Знаете, как я ответил? Эм, предположу, что нажаловались директору, потому что подобное поведение неприемлемо. Нет, в мире, где кулак сильнее мозга, я использовал технологии, которые с легкостью устраняют это преимущество. Парень получал еду через трубочку целый год, а я не проиграл больше ни одной драки до этого дня. Правда? Ай да я, верно? Нет, потому что вас ждет судьба задиры с трубочкой. Я приду за вами, мистер Маковский. И когда я вас поймаю, я... Я думаю, он повесил трубку, потому что там больше не горит огонек. Спасибо, офицер Недоумок. Я могу перезвонить по другой линии. Не, право не стоит. Сиди тут и радуйся, что цел. Кретин. Вы что, даже не сотрете мне память? Тогда я все расскажу о вас людям.